Всем привет! Финальный выпуск проекта Холостяк начался с экстремального свидания Даши и Макса. Холостяк признался, что у пары есть традиция – пробовать что-то впервые вместе. На этот раз у них было экстремальное свидание в Барселоне. Они должны были поплавать вместе с акулами в океанариуме. Перед погружением паре провели инструктаж, но Даша все равно очень волновалась и старалась не показывать это холостяку. После этого Максим пригласил Дашу подняться на гору, откуда открываются красивые виды на Барселону. Пара поднималась в кабинке, наслаждаясь видами и целуясь. Однако атмосферу испортила Даша, которая сказала, что это, вероятно, их последнее свидание. В результате пара поссорилась, но после серьезного конфликта Даша все же извинилась. В свой вечер Максим и Даша решили провести в спокойной и романтической атмосфере за ужином. Даша подарила Максиму картину, которая ассоциировалась с их первым свиданием. Однако между парой снова возникло недоразумение, и они начали ссориться из-за ревности и несказанных словах о чувствах. После этого холостяк внезапно решил завершить свидание и ушел, оставив Дашу в одиночестве. Девушка начала плакать и жалеть о своих словах. Что касается свидания с Даной, то девушка аж летела навстречу Максиму. Пара прогулялась по Барселоне и много общалась. Холостяк подготовил сюрприз Дане. Они поехали на фабрику заготовки вина и должны были разрисовать бокалы для шампанского. А после этого они пошли на экскурсию по фабрике вина и должны были сделать собственную бутылку вина. Даже наклеили этикетку с их совместной фотографией. А дальше пара устроила себе романтический вечер в постели с вином и фруктами. Они говорили о себе и выражали собственные чувства. Атмосфера между ними была особой и все было очень нежно. Максим и Дана начали играть в слова, но получилось очень прямолинейно и откровенно, особенно со стороны Даны. После этого участница проекта рассказала Максу эротический стих. И они начали целоваться. И возможно между ними даже было нечто большее. Но нам этого не показали. После этого в выпуске показывали первые встречи Максима с финалистками, Даной и Дашей. И их впечатления друг о друге. Максим рассказывал свое видение, а девушке свое. Дальше девушки собрались на главную церемонию роз, где Максим должен был выбрать одну девушку, с которой продолжат отношения. Перед церемонией холостяк получил письмо от Даши, в котором она извинилась перед ним и призналась в своих чувствах. Холостяк каждой из девушек сказал приятные слова. Потом Макс заявил, что Даше тяжело делать шаги и показывать настоящую себя. Зато Дана всегда брала инициативу и помнила все детали. Однако в результате холостяк извинился перед Даной и попрощался с ней. А для дальнейших отношений выбрал Дашу. На этом все. Услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok